Напугавший все человечество вирус COVID-19 может протекать с непривычными признаками. Специалисты заявили о важности точной диагностики. В Сингапуре установили новые симптомы коронавируса, это высокая температура и сыпь. Из-за них создается ложная картина. В результате пациентам ставят диагноз – лихорадка Денге. При этом нет привычных признаков новой инфекции – насморка, кашля, боли в горле. К таким выводам пришли ученые после исследования врачей и экспертов в нескольких местных больницах и научных центрах. Специалисты заявили, что крайне важно проводить точную диагностику. Неправильное лечение представляет опасность для заболевших. В стране отметили два случая, когда пациентов лечили от Денге и только позже диагностировали COVID-19. В этом году в Сингапуре произошло свыше 3,6 тысячи случаев заболевания тропической лихорадкой. Еще сложнее ситуация в Индонезии. Там в январе-феврале выявили более 14,7 тысячи заболевших, 94 человека умерли. В России число заболевших коронавирусом выросло до 20 человек. Диагноз поставили троим россиянам, вернувшимся из путешествия по Италии. Все они находятся в инфекционных боксах в Москве, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Из 20 случаев заражения 17 выявлены у вернувшихся из Италии россиян, 2 – у граждан Китая и 1 – у гражданина Италии. Установили большую часть людей, с которыми контактировали заболевшие. Врачи пытаются с ними связаться, чтобы взять биоматериал для проведения анализа. Все пассажиры рейсов Су-2417 Милан, Москва, 26 февраля, и ДиПи-804 Бергама, Москва, 1 марта, которыми прилетели заболевшие, получили смс-сообщение с просьбой сдать анализы. Несколько человек уже обратились к медикам. В ближайшие полтора-два месяца специалисты прогнозируют рост числа инфицированных коронавирусом россиян. Все только начинается. Ситуация пока стабильная по сравнению со странами Западной Европы, отметил доцент кафедры инфекционных болезней УДТР Ниму имени Пирогова Иван Коновалов. В связи с распространением коронавируса в Москве решили ввести ограничения в отношении массовых мероприятий. Об этом заявил член Комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич. По его словам, возможно, футбольные матчи будут проводиться без зрителей в целях безопасности, сообщают Известия. Всего в мире зарегистрировано более 113 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 4 012 человек. Больше 63 тысяч излечились. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 80 754. Из них 3 136 пациентов скончались, почти 60 тысяч излечились. Такие данные приводит Государственный комитет по здравоохранению. Власти Италии усилили меры профилактики распространения COVID-19. Они ввели карантинные ограничения на всей территории страны. Каждый должен отказаться от чего-то во имя Италии, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конто. Людям запретили передвигаться по стране без веских причин. К последним относятся рабочие или семейные обстоятельства, а также причины, связанные со здоровьем. Новые нормы вступили в силу 10 марта. Все учебные заведения будут закрыты до 3 апреля. Италия занимает первое место в мире посмертности от коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. В этой стране умер почти каждый 20-й зараженный. Многие знаменитости подались всеобщей панике из-за распространения инфекции. Яне Рудковской даже пришлось отложить празднование юбилея. Первым победившим коронавирус россиянином стал футболист Давид Беров.